Здравствуйте, сегодня мы с вами смотрим тринадцатую серию ЧАРА ДЕНЕГ Нас предупредили, что эта серия кажется филлер Точно не уверен, но давайте выясним это наверняка В прошлой серии к нам приставал Седрик Ну, мы эмпатически сопереживаем Эллен Браун И каждое это прикосновение будто по твоей спине ПЛАЙ И пламя, и вода, и воздух, и госты, и мой припай Открыть себе таланты, никогда не поздно Быти готовы к бой Бойся, беги, злодей У нас одна заманда Мы сильны, нужны Не грогнет рука Бережем наш мир На, на Ты слова не знаешь, да? Словеса хлебка Да Я выучу, обещай, я выучу Кстати, да, оказывается, что не завеса крепка, а завеса хлебка Хлебка я говорила уже это мне кажется не говорили я не помню я всю жизнь пела и думала что завеса крепкая нам в комментариях написали что завеса хлебка типа хлюпкая такая чародейки к вилл красивый для печати на стоп я сначала прочитал стоп принцесса каждый раз какая-то новая уродская просто твое тварина ой слушай очень сильно похож на клопа клоп да у него то них такие вот ножки так не разу не видела клопа но не ощущала на себе пустить стража ватт теперь он в параллельном мире он расскажет о поисках принцессы эллион и это свяжет нам руки необходимо ускорить ее возвращение провести церемонию приобщения чтобы лишить вашу сестру вольные все три предметы символы скоро будут у вас чуть такое что это за машина похоже на вот это планет похоже данная на какую штуку который до астрономические расчеты проводят или на сука выжимал местами да такая которая самому самому надо крутить который разошка кофемолк веков это кофемолка одна для соли другая для перца кофемолка для соли и перца ну да ладно есть кстати крупные 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 такие гранулы соли и так вот это не кофемолка уже ну ну не прикапывайся ты ко мне школьная газета полный отстой это мягко сказано учитель паркуется у гидранта кошмар плюшки в школьном буфете разоблачительный репортаж а фотки то смотрите как сняли плюшку это как раз учитель очень плохое качество газет я был редактором сделай из нее журнал она была очень популярна до того момента пока при мне она не развалилась и меня все запомнили как александр уничтожитель газета но а просто идея в том что перерезали финансирование и это все неважно проект дно вообще им заниматься не надо теперь там уже появились еще эти комиксы вот именно кстати тоже вот в этой вашей студенческой газете там была такая рубрика типа про фото прославься или про фото ну короче там каждый раз печатали какого-то студента и там вопросы ему задавали до меня дошли когда я была на третьем курсе уже я каждый раз так а когда меня уже попросы там сколько человек ты чё я саша я ну не все да как бы меня нужно в первую очередь кто мог знать что ты самородок просто сколько ты ты пойми вот это все как же разработка шахты сколько говна надо перекопать чтоб тебя бриллиант рубин найти понимать чем ты занимался своей газетенке жопу и потирал здрасте мистер коллинз газета клевая правда по вкусу это же парень мамы уилл нет на не расстались там что-то не срослось хорошая была пара но у него прикольные усики видимо она запал на какого-то российского генерала типа не знаю воронский какой-то вид коллегии было пять учеников на редактор ушел и у нас недобор может кто-то из вас я больше не пойду блин прикольно на этот раз тарани всех затащила на свою активе школьных каждый раз одна из них да это не я там в комментариях сказали что да видите мы читаем каждый ваш комментарий сидим таки читаем комментарии от елены хунду куз тому самое прикольное пожалуйста не меняйте хотя какое-то время аватарки не меняйте название уже вас идентифицируем у меня на всю жизнь выжжена там свет очка виктория пузакова майор и мэби бэйби да все короче все кстати кстати подписывайтесь телеграм забыл сказать подписывайтесь телеграм почему потому что там голосование проводим по поводу какие серии когда чё вообще в целом там срач постоянно я вас предупреждаю люди приходят туда не сритесь не сритесь ребята а то там вечно этот себя лучше нет этот нет нет да нет ты че тупой это ты тупой нет это ты ребенок задницу мою понюхай урод не было такого я написал красота вечера и субботы в школе ну конечно красота привет леди босс привет леди бой леди баг супер код нет да у нас постоянно просят ой блин ты блин это озвучила все сейчас я уже не знаю ребят проектов просто тима как он вас представляет своей голове каким голосом но не так там я хочу леди босс и леди код леди код супер код я смотрел пару серий а 300 я понимаю в чем прикол ну супер код это как ну женщина кошка только он пацан но он тоже такое в облегающих такое такое как брендом sky все остальное будем вместе журналистика не только факты а анализ нее мне показалось мне здесь живот как у меня и вот так вот и перевязали вот знаешь как у женщин эти какие-то сарафанчики какие-то сиськи висят ты вот такой вот да да правды не затем ли мы в газете я пришла писать про моду о а а а а а что он здесь делает ну может он в душе это писатель прикинь реально такой плохишь а на самом деле я хочу заниматься криминалистикой я хочу я хочу расследовать указан либо это либо мыть сортиры указан надо знать цену печатному слову хватит всяких глупостей про плюшки и статьи вызывающий резонанс вот я как человек который знает нельзя найти резонанс его можно только придумать нельзя вся жизнь скучная она просто отвратительно повторяющийся рутин интересное происходит я вот например ненавижу желтую прессу которую просто придумывают мне очень нравится я читаю а гузеева открыл рот а там осиновое гнездо из таких штурсы бредной ская газета и распалась поиск сенсаций согласен сестра доберемся до истины ну конечно я готов новость я в депрессии вовсе какая-то милая вау превращается в школе похож на бланка можно было подозревать не это типа сэдрик он да понятно что это сэдрик он берет типа такой ее расческа ну как здорово ну ужасно ну для какого-то ритуала а для сока выжимал китай да происки фобоса я предупрежу ее мы не увидели что фобос к этому причастен и там следы какие-то принцессы символы ума и тела блестящие это смешно просто в одной тетрадке с сердечком а в другой ее розовая расческа злодея еще молнии не хватает а я покрал девочку А её духа? Завтра в помощь у посадки. А её ухо? Духа. Символ духа. А вот её ухо. И вот эта тварь, которая берёт, она Фобос не успевает ловить, жирает. Ничего, есть второе. Символ ещё до заката. Ну вот, началось. Это ты вчера, когда купила шоколадное мороженое. Да, так я его любила. И доела всё. Я поделилась с собой. Сидела, ела, 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 ела. Ой, я забыла. Ну вспомнила же. Не так часто, как хотелось бы. Значит, Фобос готовит церемонию приобщения. Волос — знак тела. Контрольное — знак ума. С духом труднее. Надо похитить дыхание. Если слуги Фобоса думают приблизиться к Элеон... Так, подожди, контрольное — символ ума. Там волос, ДНК и дух. Да. Что это за странная тема? Дыхание. Типа он такой... Дух... Он пойдёт её поцеловать и заберёт её отдыхание. Я думал, дух — это типа что-то такое. Дух — это вообще настолько неопределённое понятие. Как ты вообще можешь дух... Дух... Попробую. Всё хорошо. Он у него какая-то гиперактивность. Что с ним происходит? Слушай, такой прикол. Я никогда его таким неуравновешенным не видел. А он прискармливей пантуется. Типа я сильный. Зачем перед ним портоваться? Ну, она ему понравилась. А почему она им понравилась? Причём все, пацаны, неадекватными становились, когда им кто-то нравится. Да. Да. Мы сумасшедшими. Вопрос. Ответ. Спасибо. Пожалуйста. Уже пять ламп. Пойми, Калиб, наш враг не так-то прост. Цельму не лампа свяжет принцессу Элион с Меридианом. Её сопротивление слугам Фобоса ослабнет. Значит, Элион должна всё узнать. Ну? Торнелия, если мы скажем, Элион либо не поверит, либо поверит и запаникует. Да почему? Так, ладно, хорошо. Вилл, по твоей логике... Что? Вилл? Тогда Фобос ей всё скажет, и она встанет на сторону Фобоса. Нет, нет, смотри, ну, рано или поздно... Ну, то есть, они же знают, что её Фобос ищет, что её ищет Цедрик. Ну, они же в курсе. Они, кстати, знают, что Цедрика её... Ну, они Цедрика не видели ни разу, ладно? По-моему, ещё нет. По-моему, да, они ни разу не знают его вопличие. Они как подруги должны, наоборот, ей тактично рассказать эту непростую новость. Ей же... Ну, Цедрик... Кто как не они должны это сделать? Цедрик же сейчас сидит, ей там капает на сознание понемножечку, а они время упускают. А они это знают. Причём, понимаешь, что странно? Так, по её логике, она вообще никогда не столкнётся с Меридианом. Столкнётся ведь и очень скоро. Поэтому будет лучше, если вы её подготовите. Ну, почему? Если вы ей проводите макея, не Цедрика. Ну, напугается ей что? Лучше от вас она пускай напугается, чем напугается от Цедрика или от Фобоса. Тем более, Гарнелия её близкая подруга. Она сможет ей объяснить всё. Она ей поверит. Может. Но кто-то за ней присмотреть должен. Кто-то свободный, кому не надо идти ни в школу, ни на работу. Бланк проследить. Бланк доложить. И приставить хвост. Скромный, плата. Скромный, плата получим. Бланк готов. Мне нравится у Вилл. Ой, не Вилл, а это. Бланк. Как её? Хайлин. А, Хайлин. Она... Мне просто Нимика нравится, как нарисован. Такая... Не знаю, как это объяснить. Но это прям... Она миленькая. Она прям ловится как-то душой. Ну да. Сказать нельзя, а представить сторожевую жабу можно? Ну да, странно. Да, вообще какая-то хрень. Я на стороне Корнелии сейчас абсолютно. Меллия, уважай интуицию, Вилл. С чего? Нет, вот с чего мы должны уважать интуицию, Вилл. Всё, что она говорила, хоть раз привело нас к чему-то хорошему. Ну, наверное, да. Я не помню. Она постоянно советует какую-то... Точнее, она постоянно делает какую-то дичь. Там, не знаю, как в комментариях писали, детям в меридиан шоколадки нельзя, потому что надо, блин, у неё долг закрыть там портал. А когда не надо, его можно не закрыть. А когда, допустим... Я не замечал этого. Было такое. Допустим, в своих целях она использует силу, когда ей нужно было ту девочку на место поставить, помнишь? А когда другим надо, нет, мы не будем использовать силу. Ну, да, 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 точняк. Она же заставила Хайлин парить на дне на 10 метров. Да, и это в войне тупо, потому что она контролирует превращение. То есть, получается, мы все должны слушать Вилл. Вилл, Вилл. О, образовался новый портал. Смотрите, опять в школе. Хобос влияет на завесу. Порталы открываются вблизи его сестры. Даррани и Ирма находятся в школе. Хорошо, хорошо. Это, пожалуй, годится. Грета Морена надела синюю юбку дважды за неделю. Да хорошей стадии не дотягивает. Ставь в номер и уходим. Что это? Но Мартин обещал не возвращаться без сенсации. Похоже, засел в столовке и разбрасывает кастрюль со скуки. Ощество. Это кто, Сэдрик? Нет, это Мартин. Нет, это кто? Мартин Иден. Кто там, это же? Это бланк. Пришел следить. Но ее здесь нет. Репортер всегда на стреме. Что значит на стреме в его понимании? Ну... Он стремится. Репортер всегда на очке. Нет, он всегда снимает. Чистый эксклюзив. Школьные привидения. Ждите фото. Мартин, запомни, это называется кондиционер. Нет, нет, я сам видел. То есть, видел, что оно сделало. Или они сделали. Увидишь? Они сидят до ночи на каком-то факультативе. Ну, лишь Тара не, Тара не это нравится. А всем остальным? Ну, все остальные. Один там наказан, тем девочкам, возможно, тоже нравится. Ирме не нравится. У нас за компанией. Ну, аначе сидя, там же, там же прям вообще темно-темно. Даже фонари уже отключили. Ну, возможно, это просто 7 вечера или 8. Так темно уж. Стоп! Не трогай портал! Лиловая слизь. Такие следы оставляет только вепрь Герминути. Ха! Боюсь спрашивать! Верпи, 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 верпи. Какое-то запоминание из Гарри Полтера. Короче, свинья Гермионы. Свинья Гермионы. Свинья Гермионы. Он ушел, испугался или поднимался. А может и нет. Ничего не вижу. Когда вепрь зол, он невидимка. Он виден, когда спокоен. Замрите. Такой маленький. Это детеныш. Оставим себе. Ну, если есть детеныш, сейчас будет. И мать, и отец. И дед. Нет, и как знаешь, обычно, как в Том и Джерри. Там, сначала приходит маленький щенок, этой собаки. Да, 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 огромное вот это. Конечно, стражница Завесы и их питомец. Сопливый, невидимый свин. А она его разозлила. Плохой свин. Смотри, вообще, другое превращается. Бэл. Вау. Ой, какой кайф. Мне так нравится, что они по-разному рисуют. Да, это очень необычно. Еще за значиками. Допустим, не то, чтобы я сравнил с Финкс, но там же одинаково. Да, что там сравнивать? Не, мне нравится. Что? Не, слушайте, ребят, слушайте, правда. Что касается рисовки, ну давайте, ну правда. Ну хорошо нарисовывать. Не надо, в принципе, сравнить эти два проекта. Они оба классные. Нет, ну одно дело стилистика, а другое дело рисовка. Надо эти моменты сравнивать. Их можно сравнивать. Мы не будем сравнивать сюжет, там, характер и так далее. Нет, я имею в виду, мы не будем сравнивать в целом. Мы говорим, что этот лучше, этот хуже. Зачем? Ну, слушайте, мне нравится смотреть Винкс. Я просто охоту в горло мне. Я получаю удовольствие, когда я это смотрю. Но если говорить про художественную ценность, то, наверное, в моей голове, в моей, вы можете меня оскорблять в комментариях. Всё равно я чувствую, что чародейки сделаны покачественнее. Рисовка покачественнее. Вообще, ну люди в душу вкладывали. Это, ну, это заметно. Просто эти же превращения и там, и там для хронометража, для того, чтобы его растянуть. Как нам несколько раз уже объяснили. Ну, да. И как растягивают там, и как растягивают здесь. Ну, сравнивая, не сравнивая, всё равно отношение чувствуется. Слышь, какой он милый. Это очень смысл. Ну, реально. Ну, вот смотри, вот художники такие. Давайте мы нарисуем сейчас вот нового монстра. И они нарисовали кабана, но надо, чтобы он был смердианом, понимаете? Давайте вытянем ему нахрен глаза, какой инопланетянин. Причём очень странно, как держатся эти глаза. Кто-нибудь, кто шарит за биологию, это вообще в целом возможно. На чём они держатся? Это хрящи, потому что точно там нету костной структуры, точно хрящи. И, наверное, на сухожилиях всё это держится. И плюс ещё мышцы. То есть, вот как-то... Ну, это как глаза мистера Крабса. Да, да, типа как у Крабовых, у Раковых всех, да, вот таких? Да. Глазки. Да. Блин, очень прикольно. Но видишь, в чём дело? Там, типа, покры... Не знаю. В общем, очень легко взять и лишить зрения этого кабана. Ему просто раз, нужно палкой зарядить. Раз, это больно. Успокойся. Хорошенько. Она защитила Калеба, как мило. Даже не заметила этого, ну да. Ну да, да, да. Взяла стену вокруг него, построила. И унесла его. Тебе нравится же фантазировать на эту тему? Нет. Ну, мне они просто нравятся. Наверное, есть фанфики, да? Про Калеба и... Тебя? Слышишь, это правда. Вот мы с тобой, не знаю, ещё годочек поснимаем, и в узких кругах будем известными блогерами. И какая-то девочка возьмёт такая... Ну чё, неплохая идея. Я хочу реализоваться как автор поранухи. И взяла, накатала фанфик. И потом он у нас... А потом через два года он до нас дойдёт. Я не буду это читать. Прикольно. Как отогнать его к порталу? Схватил мою ногу. Отстанет него, свинина. Как грубо. А-а-а-а! Берег! Эй, всё, стоп! Он сбежал! Так, кто оставил дверь открытой? Теперь мыть. Да, привидения слева, призраки справа. Я дрался, но их слишком много. Один поднял парту. Эй, раньше ты говорил про стул. Э-э, парта в сборе со стулом. Такие бывают, ясно? Кстати, попрошу не перебивать. Да. Кстати, мой предмет — география, не призраки. Калеб следил за школой. Ничего. Наверное, даже бешеным свино-терминатором надо поспать. А? Что такое? Какой-то нахер. О-о-о! О-о-о! Эктоплазма! Простите, сейчас не до географии. Народ имеет право знать правду! Э-э-э! Вот эта девочка миленькая, блондинка. Хорошенькая такая. Эта тоже миленькая. Да, и лица у них у всех одинаковые. Ну да. Смотри, у нее лицо как у Вилл. Но не все одинаковые. Подберешь всех принцессе, обманешь ее и похитишь дух. Я завоевал дружбу, Эллион. Она сама передаст свой дух мне. Пусть так. Поспеши! Какой он храбрый. Не, ну правда. Ради того, чтобы доказать, докопаться до истины или просто повыпендриваться перед девочками, что более вероятно, он пойдет на риск быть съеденным этим невидимым существом. Он как Варламов. Варламов, начало. Первый город. Любопытно. Тогда, когда они дрались вчера, они прям дрались. Они дрались, они его ловили. Он был невидимым, но изредка появлялся, успокаивался. А здесь его что, никто так и не увидел вживую. Он прям всегда злой. Всегда на суете. Всегда на суете. Всегда вот что делать надо. Ведь это мы с тобой понимаем, что Бланк просто кусок комедии. Да, а что? Идешь, беленькая девочка, и за дебут какая-то... А, страшно, да. ...наблюдает за тобой. Да, конечно. Блин, ну реально, сколько проблем у бедного ребенка, а? Девчонки, нужно закрыть портал. Ведь это долг стражниц. Сперва Герминуте туда отправил. И откладывать нельзя. Нужен план ведьма. А ты не забыла про Мартина? Он сидит там и ждет сенсации. Почему они не убивают? Ну, потому что... Правда, ну это же просто... Они дети. Просто свинина. Они дети. Дети едят бургеры. В детском мультике. И если они будут убивать, это будет, ну, стрёмно. Ладно, хорошо. Но Калиб, Калибу-то можно убить? Он там на Меридиане все время... Ну, он хвастался, что я и того, и того убил. Ушатал. Не убил. Ушатал, да? Ушатал. Ого, ну прям из школы вы не прогонишь. Вообще-то есть один очень хороший способ. Нет, не согласен. Они ж наши... Зачем они ее так... Колготки, красные лакированные сапоги. Куда они ее отправляют? С какой целью? Понятно, с какой, но... Ну, мне непонятно. Я пять минут назад... Так, а это детский мультик. Здесь не будет... Колготки в сеточку. Да, в какую сеточку? Ну, это уже перевод. Не в мелкую сеточку, а прям огроменную. Мы знаем, какая это сеточка. Как она называется? Шлюшья. Запомни, ты должна задержать Мартина на весь вечер. Он не должен увидеть страшность. Ну, очевидно было. Нет, я... Очевидно было, что они... Да, да, она же... Он же... Он же... Еще и шубу надели. Какие-то, знаешь, раша девяностые. Вот, знаешь, вот эти шубы, колготочки, красные сапожки. Мальчик, колготочки налей. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Я иду. Ирма, я ли на русскую походу сейчас? Вот так-так. Какие мы красивые. То есть ты, а не мы. Как сама? Я на секунду подумал, что она такая... Снимет? Ну, здравствуй, Мартина. Привет, бабуля. Это я, Анастасия. Из мультика «За Анастасия». Я забыл. Там просто, когда они подбирали нужную Анастасию, ну, типа подходящую, там был какой-то то ли... Ну, типа транс такой. Он тоже приходит такой, стоит в шубе, шубу снимает, такой... Бабуля, это я, Анастасия. Мартин, ну ты не хотел бы... Попробую ещё раз. Так, ты не хочешь, может быть, куда-нибудь сходить? Мне начинает нравиться Ирма. Да, она классная. Не, правда. Ты просто сказал обращать на это внимание, я такой... Обращаюсь. Она прикольная. Она прикольная. В смысле свидания? Нет, 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 только не свидание. Если не свидание, я останусь здесь словить призраков. Ладно, свидание. Она даже чокер себе надела. Я тебе говорю, она просто, ну... Вообще. Образ собран. Эй, так идём. Это будет конец твоё свидание. Они что, дверь держали? Да, 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 да. Чтобы она не вышла. Сколько фото на чёлкаю, эй! Ткующие фотки. Думаю, пора начинать. Блин, какая жертва. Ради того, чтобы поймать с меню Гермионы. Голова заболела, да? Сейчас. Что нового? Проводник. А-а-а! Эллион, школа! Потом домой, потом Бланк видит страшный чудик! Да? Бланк смотреть в окне! Ха-ха-ха-ха! Ах, у Фобоса нет её дыхания. Во всяком случае, пока нет. Выманили в холл. Осталось загнать его в сеть. Вперёд! Попался! Теперь отправим свинью и перекроем портал. И сразу домой. Под душ с дезинфекцией. Я буду скучать по малышу. О-о-о, ты был прав. Да. Ну, блин, ну, конечно. Злая маман. Всегда вот это время избитая тропа. Если есть детёныш, должен быть кто-то, кто его защищает. Маша соскучилась. Ай, почему мамаша никак себя всё это время не проявлял? А, портал же они не закрыли, да? Да. Они его не закрыли. Она вылезла. Она только недавно вылезла. Дерилась. Хе-хе-хе-хе. Какая смешная. Ничего, не стоят. Поджарили свинюшку. Капец, они чужели с бетонной девочки. Ну, покрепче, чем стена. Ясно. Есть идеи? О-о-о! Билл! О-о-о! 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 Ещё и об уголок! Там оно всё сломалось. Вы заметили? Спиной, лицом и позвоночником. Так, он делает упражнение три раза в день. Более, ты же спинами как-то не будешь. Всё хорошо. Калеб такой бесполезный. Сейчас стулом кидает. Стул! Не думала, что скажу это, но я завидую Ирме. Какая она красивая такая самая. Да, она очень красивая. Я дважды умоюсь. Я мою лицо. Кто это? Сначала своё, а потом обращённое к людям. Чё? В котором суть... А, это... Книжный клуб? ...которая. Ага! Два лица. Чё за... Повёл её в книжный клуб. Там ещё и Седрик. Седрик? Смотри, какие здесь девочки сидят. Какой ты, Рэш? Посмотри, вон девчонка с чёрным... Я как-то тоже ходила в книжный клуб. Маяковский, что-то вы там читали. Да, Маяковский. А потом там какие-то революционеры у тебя были. Давайте, давайте сверху власть. Нет, там не такие мысли были. Там просто были пустые популярные мысли. Мне это выбесило. Я бы ж не ходила туда. Например? Знаешь, не, не хочу сейчас говорить. Просто популярная мысль, которая вот он её говорит, потому что вот сейчас такая повестка дня, а не потому что реально так считает. Маму надо любить. Ну, типа такого. Мама это святое. Ну, типа. Здорово, правда? Да. Это лучше, чем прочистку зубов. Привет! Эй, привет, Эллион! Ты-то здесь откуда? Я помогаю в магазине. А что ты? Кто, я? Ну, я зашла просто потому, что у нас... Свидание! А вот и нет! Да? Тогда я в школу! Ладно, свидание! Судерик такой, не-не-не, он такой молодежь. Реально, посмотри на его лицо. Мне тоже есть такая... Слушайте, ну он реально симпатичный. Я могу понять Эллион. Ну, ладно. Ну, а вот Эллион. А он на Эллион световоемо смотрел. Я на Эллион. А бланка никто не замечает? Я выброшу. Нет, я сама. А, он хотел дыхание взять, типа трубочка там. Она подула в трубочку. А-а-а! Он хотел забрать все... Я уже со своими с этими... Ты только об этом и думаешь. Давай, Эллион. это все парты у меня вопрос он он неприятный он отвратительный но разве дыхание можно взять только из рта что если господи саша ну а что это не дыхание нет это я претендую на то что бы а что если эта машина не заработает просто отдыхание и нужно концентрированное дыхание опять посмотрел на нее с благодарности спасла мне сегодня дважды так мило она огромная я думаю кроме или вопрос если поймаем маму как сунем ее в портал не надо ее ловить она за ним пойдет окрошка проголодался вау тарани просто бомба тарани просто духовка она может она может она же она может не просто прямым огнем она что она может прям чтобы она внутри пропекалась все понимаешь не на майские праздники пригодится шашлычок реально угли раздувать нет угли раздувать просто с двумя девчонками на шашлычки вообще тем смотри как земля смотри до земля на собирает мангальчик потом мясо ну калеб на охотиться потом водой потом прямо на камушки на и на это налили вообще хорошо все готово а то пообедаю тобой вы слышите он хочет к маме да вот и пусть устроит свидание на другой стороне портала тарани все серии они за свиньёй гонялись в глазах этих свиней они прям злодейки на в глазах этих свиней мудрость скажет а в глазах этих свиней боль кто-нибудь еще хочет есть я хочу ванну я хочу забыть все что здесь было но такой кавардак не скоро заводишь мин капец просто на следующий день можно школу не приходить там точно всех раз что водится какая уборка не все разрушили для меня вечер был волшебным а для тебя бедно я ждала худшего и даже понравилось чего ладно ее вкус и специфично что чего до нас уже день он уже и не нравится нравится но типа ей понравилось внимание какой-то я не знаю не целовать же меня в щечку щечку для друзей можно целовать у него сопли да это нормально нет временный исходе завтра у вас будет ты я последний вред заказчик завтра до заката я все пришли на почту чего все опять на него он там пожизненно будет полы драть не реально по мне помнишь когда седрик там орудовал в доме мэра на них тоже все скинули бедные чуваки это вот все просто потому что ты выглядишь не слегка не успешным не каким-то неоприятным или еще помнишь я тебя не помню рассказывал или проводили тест с детьми в детском саду брали нянечку и перед ней два ребенка один объективно красивый по стандартам и меркам того времени а другой но слегка такой ну такой но некрасивенький и давали задания одним и тем же день все то же самое они одинаково играли резвили все то же самое и воспитательницам там была выборка определенная какой из детей справился лучше с заданиями так далее короче красивому ребенку начисляли баллов несколько раз больше чем якобы некрасивому ребенку только потому что он вот 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 у нас просто в голове вот такая вот ошибка хорошая к хорошему плохое к плохому ну знаешь как будто мы пытаемся навести вселенский порядок и поэтому поэтому есть такой прикол хорошо одеваться хорошо себя вести только для того чтобы придурки не проиндифицировали тебя а потому что это же мы мышление не критическая абстрактная точнее очень с не абстрактная а понятийные вот да понятийные я так и знал что это приколы ури бедный мальчик урия прикольное имя библейское библейское имя да урия это же то хитиянин урия это тоже муж этой вирса 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 давидку да 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 хорошо мы с тобой разбираемся то он будет зовите уборщиков однажды ирма весь мир узнает о твоей страшной жертве или нет скорее не да мне знакомы это чувство и кто может верить такую дребедень маги монстры злые короли люди такие странные создания да вот корнели вроде лучшая подруга позвонила ей вчера она ушла с девчонками даже не подумала меня пригласить однажды ты встретишь того кто сразу тебя поймет это меня понимаешь мне так приятно это слышу он достал что он достал вероятно надеюсь не шарик рубит ну как бы можно надуть хорошо бы витрину шариками украсить шарики не поможешь мне какой красивый закат после дождя я думал что сейчас нет у него есть и какая гелия гелевым звуком и прикинь он нормально начал говорить привет посмотрели классная целом чародейки есть все блин эти три штуки собраны для кофемолки ну все все в следующей серии будет некий замес некий замес пока 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 пока